Всем привет! Это канал Тысяча Штук. И в этом видео мы поговорим о том, какие смарт-часы выбрать, что предпочесть и по каким причинам. Значит, почему я решил записать это видео? На данный момент у нас в ближайшее время будет несколько интересных анонсов. И я, честно говоря, сам выбираю себе смарт-часы и думаю, стоит ли вообще свои Active 2 менять на что-то. И, в общем, родилась идея этого видео. Давайте порассуждаем на эту тему, что же купить, что я могу вообще посоветовать вам сделать. И в комментариях обязательно пишите, что вы посоветуете мне. Итак, поехали! И для начала давайте начнем, скажем, с того, что делать человеку вот сейчас вот в июле 2020 года, если у него смарт-часов не было вообще, но ему очень хочется. Казалось бы, вот от анонсов всяких девайсов, тут и Galaxy Watch 3, да, и тут нам покажут интересную глобальную версию от Oppo, да. То есть, ну, всякие интересные прикольные штуки должны появиться, но стоит ли начинать именно с них? Я скажу такую вещь, что даже сегодня, в 2020 году, я до сих пор встречаю людей, которые покупают Amazfit Bip в качестве первых умных часов. Почему? Эти смарт-часы дешевые, их не жалко, если с ними что-то случится. Они имеют длительное время автономной работы, у них Always-On Display, который не потребляет практически заряд аккумулятора, да. И, в общем, они вот на роль, скажем, первых часов, на мой взгляд, подходят очень даже неплохо. У нас они, скажем, в рознице стоят какие-то сумасшедшие там 80 плюс евро, но, понятное дело, на Алиэкспресс вы можете купить их за вменяемые деньги. Есть разные варианты, там BIP-S, там прочее и так далее. Но, в принципе, вот речь о том, что даже в 2020 году, сейчас, несмотря на то, что популярность этой модели пошла немножко на спад, эти часы актуальны и абсолютно не будет зазорным, если вы их себе купите. Да, корпус пластиковый, да, экран поганый, да. Но, как фитнес-трекер в формате часов, между прочим, со встроенным GPS, они, мне кажется, очень хорошо подходят. И, в общем, модель, как бы, цена-качество у нее очень хорошая. Аналогов, скажем, с таким экраном найти очень тяжело. Это есть некоторые модели Garmin, но вы понимаете, что там ценовой диапазон совершенно другой. Следующий вариант, который, например, можно приобрести сегодня, как первые часы, да, вы можете купить, например, что-то из гибридных часов. Есть совершенно дешманские Lenovo Watch 9, которые до сих пор можно купить на Алиэкспресс. Есть модели гибридов Zenblaze, но там немножко с софтом, конечно, проблемы, но, скажем, у Lenovo таких проблем особенно нет, да. Есть Lenovo Watch X, которые до сих пор продаются на Алиэкспрессе. В принципе, это не самый скверный вариант, если вы хотите именно гибридные часы, где всегда вы видите стрелки, которые, ну, не просто выключенная штука у вас на руке, да, которые похожи на нормальные часы. То есть, есть вот такой вот вариант, это тоже из дешевых. Из, как бы, следующего немножко, но, вот, как бы, вы понимаете, что это, ну, не полноценные смарт-часы, да, то есть, это именно вот такой, больше фитнес-трекер. Следующее, что можно было бы, скажем, предложить и что можно купить сегодня, но я, конечно, этот вариант не рассматриваю, это Amazfit GTS или Amazfit GTR, да, эти часы давно уже существуют, они популярные, у меня GTR-ы одни есть вот в доме, скажем так. Я скажу так, что если вы, скажем, вам не нравится дешманский вид Amazfit Bip, то возьмите себе GTS. Это такая копия Apple Watch, только она сильно дешевле, у нас их продают там 129 евро, можно найти на Алиэкспресс та же сумма в долларах, и, может быть, даже меньше сейчас. Хорошие модели, встроенный GPS, они неплохо выглядят. У GTR есть еще титановая версия, она немножко дороже, но, ну, софт, программная начинка, это все, оно все то же самое, да, но она выглядит, ну, может быть, немножко интереснее. Это тоже такой вариант, который вы можете купить сегодня. Часы хорошие, они себя зарекомендовали, у них неплохое время автономной работы, скажем, у меня эти GTR-ы, ну, 14-20 дней вот они живут, это, в принципе, мне кажется, вполне вменяемо. Единственное, с чем приходится мириться, это некий слегка тормозной интерфейс, вы будете эти лаги замечать, от этого никуда не денешься, это проприетарная операционная система, да, в часах используется. В этом плане они очень похожи на Huawei Watch GT, Watch GT 2, Honor Watch Magic, вот на вот эти вот часы, где используется LightOS от компании Huawei, да, она тоже тормозная, но у них хорошее время автономной работы, то есть Huawei Watch GT спокойно работает, там, две недели практически, и тоже все хорошо. И в этом смысле, конечно, да, там цена на порядок выше, чем на Maze Fit, но Huawei Watch GT 2, например, позволяет совершать также звонки через встроенный микрофон в часах, и, в общем-то, наверное, кому-то это будет удобно, если у вас в машине нет Bluetooth, например, да, вы можете по часам разговаривать, или там где-то на ходу, когда неудобно брать смартфон, да, то есть эта функция, в принципе, не то, что прям сильно востребована, скажем, я на своих Active 2 перестал ей пользоваться уже очень давно, об этом я сниму отдельно видео, у меня вообще этот функционал, который в смарт-часах есть, он растерялся в том плане, что он, в основном, он не нужен, но мы сейчас не об этом. В общем, там есть такая возможность, то есть, если вы вот готовы немножко заплатить побольше, да, то как бы это, но вот опять, это не то, что, скажем, интересует меня, это сейчас мимо. И мы подбираемся к следующему варианту, это вот то, о чем я уже немножко начал задумываться, это компания Wiffings, которая скоро нам уже покажет Wiffings ScanWatch, о которых я снимал, вот видео можете посмотреть предварительное такое, это уже гибридные часы с сапфировым стеклом, а вы помните, что на обычных Wiffings стоит мерзотная минералка, которая царапается просто от того, что вы на нее смотрите, здесь уже сапфир, он царапаться, ну, в принципе, не должен, наверное, и вот эти часы меня интересуют. Это неплохой, мне кажется, вариант, скорее всего, будет такая, в районе там 300-350 долларов цена, 300 евро, да, так в эту степь, но часы хорошие, у Wiffings вообще у них неплохое приложение, в отличие, если, скажем, посмотреть вот отзывы в Play Market, да, там пишут, что оно вот там глючит и так далее, честно, вот у меня за все время, сколько у меня было две модели часов этих от Wiffings, у меня никаких проблем с этим не было, они у меня не глючили, ничего, приложение работало четко, у них в экосистеме есть классные весы, которые с Wi-Fi, для которых не нужен рядом телефон, чтобы у вас все синхронизировалось, ну, то есть, как бы, у них это сделано неплохо, на самом деле, вот Wiffings ScanWatch, это одна из этих моделей, о которых я, честно говоря, сейчас задумываюсь, купить или нет. В общем, если вам нравятся гибридные часы, именно, и вы не хотите какую-то дешманскую дребедень, типа Lenovo Watch 9, да, то подождите, я вот советую подождать и посмотреть, что будет вот за этот ScanWatch. Едем дальше. Дальше мы едем, понятное дело, в Galaxy Watch 3, и вот здесь у меня, честно говоря, очень большой вопрос. Вопрос в том, стоит ли вообще это делать, да. Если вам нужны, скажем, именно смарт-часы, с возможностью устанавливать приложение и так далее, то, скажем, серия Galaxy Watch, это, наверное, даже не совсем то, что вам нужно. Там под Tizen все это очень сильно ограничено, и касательно вот именно Watch 3, да, посмотрите. По сути, это некая смесь Galaxy Watch 46-42 предыдущих, да, с Galaxy Watch Active 2. То есть от Active 2 мы получаем датчики ЭКГ, которые не работают все равно у нас, скажем так, ни у нас, ни у вас, да, и от Galaxy Watch мы получаем физический безел, который немножко сделали аккуратнее, вот. И, как вот кто-то написал в комментарии к предыдущему видео, ужасные торчащие кнопки. Никуда от этого не деться. То есть, по сути, нам, ну, я не скажу, что втюхивают, да, но эта модель, такой гибрид позапрошлогодней модели, с прошлогодней. И нам ее предлагают сегодня с увеличенным объемом памяти и с уменьшенным аккумулятором. Экран, там все-все то же самое. То есть никакого там чуда вообще нет. Добавили некоторые софтовые фишки, которые с... украли у Apple, да, это Fall Detection, если вы падаете с последующим вызовом экстренных контактов, да, там информированием. То есть, ну, как бы и что? Если бы они, скажем, на Active 2 хотя бы запустили ЭКГ во всем мире, уже это было бы палец вверх, молодцы. А здесь у меня лично большое сомнение. Зачем мне покупать эту старую модель, которую сляпали в новый корпус, сделали новую упаковочку, если вы видели, уже видео о распаковке появилось. К сожалению, не у меня, да? Вот такая длинная коробочка. Ну, да, как бы, окей. А часы-то, по сути, те же самые. То есть, вот Galaxy Watch 3, мне кажется, подходит тем, кто именно хочет, ну, как бы, смарт-часы, но у кого не было предыдущих Watch, то есть, не было у вас Galaxy Watch, не было у вас Galaxy Watch Active, вот у вас, как бы, первая модель, вы хотите именно Samsung, тогда вы, в принципе, я думаю, что берите Galaxy Watch 3. Ну, подождите, когда они выйдут, и тогда уже решите, но тем, у кого сейчас Galaxy Watch или Active 2, например, или первый Active, нет никакого смысла менять. Абсолютно. Совершенно вот такая вот модель. Я просто вот, почему говорю, я рассуждаю сам для себя. Стоит мне менять, не стоит, что делать? И мы потихоньку подбираемся к, наверное, самой интересной теме. Вы знаете, что уже какое-то время, значит, существует такой девайс Oppo Watch. Это некая копия, ну, не то, что прям стопроцентная копия, но очень похожие часы на Apple Watch. Вот они так выглядят на ColorOS от компании Oppo. Как она правильно? Oppo. Oppo, да, ну, наверное, Oppo, да, так пускай будет. И 31 июля, вот эта вот тема меня очень интересует, будет представлена глобальная версия Oppo Watch. Внимание, на WearOS от Google. Вот это вот очень интересная тема. Значит, они будут с eSIM, это тоже прикольно. И самое главное, что вот проблема китайских часов, это то, что у них мерзотные приложения. Глючи, соединения, там все что угодно, отваливаются и так далее. Здесь я надеюсь, что WearOS все-таки более-менее допилили. И оно работает, ну, мне кажется, все-таки лучше будет работать, чем китайские всякие приложения. И тем более, что, ну, Google наше родное, скажем, да, с одним аккаунтом у вас есть доступ ко всему. Вот это вот мне модель, например, очень интересная. Чисто визуально Oppo Watch мне нравятся, они прикольные. Но мне не нравилась эта ColorOS, которая там была. Теперь с WearOS от Google я думаю, что это будет все гораздо интереснее. Особенно, скажем, я сразу отмечу, что точно работать будет нормально. Если вот вы помните там видео, я раньше говорил все время, что отвечать на сообщения на Galaxy Watch Active 2 это совершенно голосом не имеет никакого смысла, потому что Bixby диктовка это ноль. Полный ноль. Оно медленное, тормозное и вообще шляпа. Гугловская диктовка. Если вы пользуетесь, например, Gboard, Google клавиатуры, там есть значок микрофона, я практически все сообщения диктую голосом. Со знаками припинания. Все нормально. Распознается шикарно на нескольких языках, причем одновременно вы можете это делать. Так вот, Oppo Watch на Wear OS, вы сможете нормально отвечать на сообщения голосом, используя Google диктовку. И она действительно работает хорошо. И следующий момент, конечно, то, что под Wear OS у вас есть практически все приложения. У вас есть там и Facebook, есть и WhatsApp нормальный. И все-все-все-все-все-все-все-все под Wear OS у вас есть. Это вам не Tizen, где ничего нет, не было и, скорее всего, не будет. Это Wear OS, это фактически вот как на Apple Watch. Вот их система, где практически все приложения дублируются на часы. Вот на Wear OS, на Google, в принципе, то же самое. У вас есть доступ к огромной библиотеке приложений. Нет вот этих Tizen-овских ограничений. И часы, на мой взгляд, могут быть действительно интересными. Цена обещает быть где-то вот в районе 250 долларов. В принципе, это достаточно вменяемо. Да, там, скажем, может быть, не будет каких-то специальных фишек. Да, там какие-то будут тоже, ну, скажем так, там не будет ЭКГ, да, например. Но она аж нигде и так не работает. То есть, вот именно фишка этих часов, этой глобальной версии, именно в том, что там будет Wear OS. И мне кажется, это очень интересно. Так что, к чему мы подходим? Подытожим, да. Сейчас не про себя. Сейчас мой совет всем, кто что-то покупает. Значит, если вы хотите дешевые сердито, бип, бип, бип. Нормальные часы стартовые, которые не жалко, которые себя зарекомендовали, которые работают. Долго заряжать не нужно. Хотите что-то более похожее на часы живые? Купите какие-то гибриды, подождите. Может быть, Veefing что-то будет интересное. Если вы не хотите ждать ScanWatch или это дорого, на остальные модели Veefing постоянно какие-то скидочные компании, у нас они вообще продаются чуть ли не в полцены. Очень часто, я вот тоже там в видео про ScanWatch это показывал, очень большие скидки. И просто учитывайте то, что стекло царапается сильно. А так часы нормальные. Если вы хотите что-то подороже, но больше как смарт-часы, возьмите GTS, GTR, Amazfit от компании Huami. Тоже нормальные часики. Они тоже себя зарекомендовали. Они неплохо кастомизируются. Циферблаты и прочее. Нормальный встроенный GPS. В принципе, я думаю, что вы не разочаруетесь. И время работы там тоже неплохое. А дальше мы переходим чуть-чуть в премиум. Ну, как будто бы, да. Нет у вас Galaxy Watch, нет у вас Galaxy Watch Active 2. Ну, присмотритесь к Galaxy Watch 3, который покажут нам 5 числа на Galaxy Unpacked. Может быть, вам приглянется. Остальным смысла, на мой взгляд, нет. Я тоже так думаю, что меня это навряд ли заинтересует. Но самый интересный вариант это вот Oppo Watch глобальная версия на VROS. Вот это вот мне действительно интересно, что это будет. И будет ли она вообще у нас, например, продаваться. У вас, наверное, в России будет. У нас, вот я не 100% уверен. Но будем посмотреть. Ну, и, конечно же, что тут говорить. Apple Watch Series 6, который нам покажут там сентябрь-октябрь, как у них получится. Но это можно посоветовать только тем, у кого iPhone. Я не то, чтобы, как бы мне не нравится техника Apple, но я не вижу никакой целесообразности. Купив тот же самый Samsung, ты получаешь за те же деньги больше железа. Ну, мегагерц, память, прочее. И главное, более открытую операционную систему, потому что некоторые примитивные вещи на девайсах Apple почему-то сделать до сих пор нельзя. Вот так. Так что вот такие вот часики. Советую подумать, если кто-то собирается сейчас покупать. Немножко, на самом деле, подождите, и вам будет проще выбирать. Пишите мне в комментариях, что купить мне. Все-таки дернуться купить Watch 3 или подождать вот этот Oppo на VROS. Подождать ScanWatch, может быть, гибриды. Потому что новинки, скажем, от Garmin, ну, меня мало интересуют. У меня были VivoMove HR, например, при том же функционале, что Veefings Steel HR Sport, Garmin работали 5 дней, Steel HR Sport 25. То есть, ну, Garmin однозначно отпадает, ничего интересного. У них так, в принципе, ничего и не поменялось. Так что вот так вот. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, что вы думаете по этому поводу. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok